Университет информационных технологий, механики и оптики, иначе ИТМО, является ведущим учебным заведением России в данной области. В рамках образовательного направления фотоника и оптоинформатика, одноименный факультет университета готовит специалистов для одной из самых инновационных областей современной науки и техники. Естественно, у непосвященного зрителя возникает вопрос, чем предстоит заниматься этим специалистом и что означает само слово фотоника. Это слово появилось впервые в 70-х годах в Соединенных Штатах. И оно, собственно говоря, означает раздел науки, который связан с приборами и устройствами, где используются фотоны. Как по аналогии с электроникой, где используются электроны, фотоника имеет дело с такими приборами, как лазеры, как молоконно-оптические линии связи, дисплей, ну и прочая техника, которая связана с формированием изображения. Подготовка инженеров-оптиков поддерживается на государственном уровне. Уже несколько лет существует национальная технологическая платформа фотоника. Это позволяет обучать студентов в технически оснащенных лабораториях и классах. На кафедре имеются суперкомпьютеры мощностью 1 террафлоп. Они позволяют проводить расчеты для исследований в нанофизике, а также в сложных системах фотоники и оптоинформатики. Доступ к современной технике имеют не только научные работники университета и студенты, но и учащиеся физико-математических школ. Мы проходим школьную практику, могли бы сами выбирать, в какой институт могли бы пойти. Я выбрала ИТМО, пришла сюда. Все интересно попробовать, в том числе, например, оптоэлектронику, фотонику. Оборудование постоянно обновляется, можно под свои проекты что-то заказать. Ведется диалог с тем же деканом или ведущим проекта. То есть совершенно никаких проблем нет. Нам помогают. На кафедре также проводится много экспериментальных разработок. Как правило, есть люди, которые занимаются разработкой теории. Другие люди обеспечивают это проведением экспериментов и моделирования с помощью компьютеров и суперкомпьютера, который имеется на нашей кафедре. Фотоника по праву занимает место в авангарде современной науки. Это не абстрактные слова. Через некоторое время с помощью фотоники должно появиться принципиально новое поколение компьютеров. То есть если сейчас, допустим, любой ноутбук делается на 100% с использованием лазерных технологий или же технологий фотоники, то следующее поколение компьютеров ожидается полностью оптическое с использованием оптического ядра, то есть оптического процессора. То есть это будет, следующее поколение будет оптическое. Сегодняшние студенты ИТМО – это будущее российской науки. Область, которую они выбрали, стремительно развивается. Лучшим доказательством этого служит тот факт, что почти 100% выпускников ВУЗа работают по специальности, причем работают именно в России.